привет всем счастливчикам которым выдала выпала участь находиться и жить на этой планете руки ноги есть у кого нету ничего страшного главное что есть на голове можете ролик смотреть город белгород вас приветствует компьютерная мастерская happy pc мы здесь компьютеры ноутбуки ремонтируем дань оператор антоха мастер ваня саша за стенкой антон сделай красивый эффект он там накатывает сейчас шары на мост чтобы восстановить один эйсер я не пробегусь поскольку насторник это по сути следующий день после понедельника в понедельник был чар у нас несколько было аппаратов которые под прошлым видео вызвали некоторые так сказать обсуждения для спокойствия так сказать и грамотности вообще все красоты это наш это сборочка у нас поставил поставился один на вдув вентилёчек 120 миллиметров засасывает воздух снизу не переживайте есть там отверстие специально и вот такая вот восьмидесяточка на выдув да это все выглядит достаточно забавно тем не менее добавила еще знаешь такой rgb немножко подсветочки вообще в целом этой сборке температура вот кому интересно было да этот корпус назвал полностью закрытый сейчас упали около там плюс минус 3-5 градусов то есть понизились это далеко не лишняя если мы говорим про ту компактную достаточно жаркую сборку считая что видеокарты у нас нет особого забора воздуха снизу то есть целом это конечно стало перну на максимум лаконично все теперь у нас такими двумя вертушечками добавленными этой сборочкой остается переходим к системнику где у нас тогда мы ставили где ваня победил сказал что сгорела материнская плата на действительно сгорел то что бахнула дорожка дорожка уже полностью оставлена кора седьмой процессор 3770 кей слава богу работает полная профилактика сделала в плане замены термопасты на видеокарте на процессоре вот столько кабелей лишних пришлось из корпуса убрать которые были ненужны потому что это вот представьте теперь такая ситуация это человек планирует продавать причем планирует продавать по телефону он сказал то что в районе там 15-20 тысяч рублей насколько это адекватно уже судите сами здесь 660 видюшка 3770 12 оперативки ssd-шка вот но материнская плата после ремонта то есть непонятно почему не дорожки бахают конечно нам это не очень интересно за эту цену забирать поэтому пусть человек выставляет на авито это к тому слову что что покупает на авито не знаю скажет ли человек про восстановленные дорожки но по-хорошему если продавать такой аппарат нужно полностью рассказать его историю то что материнская плата восстановлена то что у нее были косяки с распознаваниями жестких дисков то есть возможно с сата портами какие-то нюансы проблема это означает что может быть хаб себя ведет не очень стабильно конечно вот на такой бы системе я бы не очень хотел нарваться на самом авито тем не менее сейчас он полностью у нас функционирует чего и можно даже посмотреть кому интересно что эта штука показана с кс то есть я запустил сейчас наши ssd 660 около соточки выбивает на настройках при этом конечно микрофризов у нас в принципе относительно хватает но можно поиграться можно поиграться может я даже кого не попаду не тут таких условиях очень сложно кого-то попасть тем не менее видишь что очень сложно оценить в том отношении что плата после ремонта я бы вообще такую материнскую плату не рассматривал как рабочую потому что непонятно чего она бахает непонятно из-за чего это все дело происходит вот поэтому скорее стоит все это чудо рассматривать исключительно как кора 7 процессор видеокарточку ssd-шку блок питания там корпус вертушки не более того то есть это уже напишите в комментариях вот прямо сейчас сколько вы отдали за такую штуку и но человек его собирается выставлять на авито наша задача была просто восстановить оживить и чтоб она более-менее адекватно выглядела я считаю что мы с нашей задачей справились поэтому кому была интересна судьба именно этого аппарата все он полностью способный вот я надеюсь что все таки он достанется за адекватные деньги адекватному человеку с полной его историей вот есть тем более если у нас допустим будущий покупатель смотрит это тоже всегда интересно то есть я полностью проверил блочок продутый и термопаста поменена вот но тем не менее учитывайте что судьба у этого системника была не такая простая как она кажется но мы начинаем свой рабочий день и обязательно все не хорошенько поснимать нужно мне нужно срочно подсобрать неплохую сборку на 1660 видеокарточки и в целом чтобы достались доволен вон там на пуфике лежит тоже четыре аппарата которые нужно сегодня кровь из носу людям отдать чтобы не затягивать несколько уже аппаратов рабочий в общем все как всегда крутимся вертимся развиваемся вперед потому что антон сказал что ровно через год нужно чтобы у всех членов команды было по квартиру по квартире за 8 миллионов центре города напишите тоже что вы думаете об этом вообще как можно компьютерной мастерской заработать 8 миллионов за год каждому члену команды если у вас идея есть антон будет очень интересно почитать а нам тоже интересно обсудить все мы поехали трудиться и покажем вам какой-нибудь хороший компьютерный контент когда ты делаешь то что тебе нравится время бежит незаметно вторник 30 июня уже 5 часов 18 минут это значит нужно опять что срочно рассказать дел сегодня мы сделаем очень много на самом деле хороших ванька как всегда у него знаете часть жизни сильно проходит в горе аппаратов сашка сегодня носит одни трупы к сожалению к сожалению вот заказ 250 после замены хаба недолго пожил опять то есть здесь аппаратец прям учитывая то что он старичочек не очень также у нас не выдержал пропайки хабик тоже на эйсере то есть у нас там такие были ремонты в плане диагностического знаете формат заведется не заведется но к сожалению сегодня прям почему-то у нас 278 заказа 250 к сожалению отправляется с выводом не стоит не стоит их оживлять к сожалению просто из-за причины возраста но мы не расстраиваемся потому что сегодня было очень много воду на отремонтировано сегодня была сборочка быстренько под собрата вот такая то вот это вот на диагностическом режиме здесь у нас что здесь у нас бюджет по моему тоже около полтинничка был в принципе железо все то же самое что вы знаете по классике жанра 2 600 райзен 6 ядер 12 потоков наше иридиум оперативочка от гудрама единственное что здесь уже поинтереснее pc кулер в плане охлаждения будет хотя вот их оба можно неплохо сравнить гаммакс и 400 и pc кулер в данном случае просто интересно посмотреть насколько он лучше справляется также 16 опер ssd-шка терабайт ник единственно что здесь у нас корпус болт который славится тем что тут уже конечно можно по переключать немножко извращения в плане rgb но сути это не меняет интересно потестировать еще будет в том плане потому что до этого мы собирали на 5500 xd здесь у нас уже идет 1660 видеокарта то есть тоже сборка которая достойна теста я кстати уже поставил из астинской тодисе и красочку может даже успеем сегодня немножко и затести затестировать но сейчас я быстро бегу за ножичком фирменным потому что если я его найду вот вот потому что сборка бюджет 70 к за полтиннички мы с вами на днях уже собирали много здесь уже времечко подходит тому что нужно что-то делать она приятно тем что у нас есть дополнительные вертушки на вдув и посмотри какие они симпатичные мелочи жизни кстати а что у нас за камень то неизвестный процессор потому что наклеечкой заклеен а интересная оперативочка то есть есть вот чего вам рассказать и показать о нифига себе дружище ты все-таки пополнил да ну ты красавчик давай сегодня спонсор шаурмы там еще что-нибудь на карте осталось есть спасибо тебе большое а мы делали ставки придешь ты или не придешь вот но павел сказал то что петр вернее да сказал то что ты корреспорить хорош поэтому придешь что процент за твердку а там остаток на карте за сама за самообслуживание в компании я тебя понял дружище же ну я рад что это все работает на связи давай счастливо да у нас самообслуживание сегодня было парень мышку сам все раскручивал закручивал обратно надо было перепаять лобутушку здесь у нас по классике жанра я прям хоть и знаете не реклама но что есть то есть aero one mini который также прекрасно под нашу сборочку подойдет он мне раз тем что у нее хорошая продуваемость выглядит он симпатично и если еще ставить что-нибудь на вдув так это еще и функционально хорошо действует при этом у него присутствует закаленное стекло вот и он компактный а компактность в наше время достаточно важный параметр а потому что не хочется чтобы огромная махина стояла и знаешь кушала пространство в жизни потому что мы все стремимся к свободе к большему объему машины больше лучше квартиры больше лучше и системничек в данном случае не должен у нас эту свободу отнимать да смотрим смотрим что у нас получается по классике жанра вы все вы знаете все вы видите закаленное стеклышко огонь давайте теперь поймем что мы сегодня собираем во-первых нужно разобраться с процессором важный параметр я если у нас бюджет 70 тысяч на 3 600 да конечно же камень амд разен 5 3 600 до сих пор остается очень очень сильно актуален на сегодняшний момент что 1600 и что 2 600 и что 3 600 и пока что в определенном бюджете лучше ничего вы не придумайте и не возьмете прекрасно подходят под игры прекрасно подходят продуктивные рабочие задачи потому что опять же много поток память вот неофорза в принципе сейчас оперативная память которая учитывая скорость учитывая ее тайминги и учитывая ценник 1 1 наверное из лучших выборов и она прекрасно себя с разным тоже чувствую то есть вот такую память можно в принципе по сборочке неоднократно собиралась и чувствовала себя достаточно симпатично при том что она еще и плюс к этому rgb вот смотри память такая как вам петр симпатично но выглядит неплохо да вот мелочи жизни память у нас 16 гигабайт две планки по 8 гигабайт ssd опять же мы экономим у нас обычная sata green вот многие кстати опять же такой момент понятное дело за всю мою историю еще ни одной мне в дэшке green вот так вот чтобы прямо не умерло но у них скажем объем записи перезаписи не такой большой как у того же там в д блю допустим то есть если вы все-таки на супер-супер долгий срок берете можно чуть доплатить денег взять более выносливую ссдшку но на практике пока и с этим никаких вопросов не было поэтому мы их смело используем опыт с ними хорошей работы все гигабайт баркуда также один из самых недорогих теробат ником на 7 200 оборотов стоит там до 3000 рублей нам прекрасно по нашу сборку подходит здесь опять же вот как раз таки смотри какая красота у нас писи кулер glx 5 бит то есть в принципе с точки зрения башняки у нас уже что-то повеселее здесь идет вот такая лопатушка блок питания тоже чифтек у нас отходит на второй план берем систем power 9 на 500 ватт под нашу сборку подойдет и чем приятно все это дело потому что это все украшивается еще шестнадцать шестьдесятой тяйкой мать плата у нас кстати последний сборки прямо что одна в одна один в один а b350 м ds3h версии 2 4 слота есть разъем под м2 ссдшку все что нам и нужно я предлагаю вообще знаешь далеко от не отходить сразу это все дело делать что мы делаем первым делом мы лезем внутрь и берем заглушечку нашего ай о шилда не забываем потому что чтоб несколько раз не возвращаться мы берем достаем антистатический пакетик и кладем его тоже обратно в коробочку этот можно временно вот сюда положить этому все прячем нам этот нам что-то подает панели кабеля потому что на жесткий диск все-таки присутствует я честно очень-очень уже такой небольшой любитель жестких дисков мне кажется с 2020 году пора бы уже от них избавляться но к сожалению альтернатив не остается все-таки объем и цена на сегодня даже на сегодняшний момент очень очень актуально хотя мне это не очень дело нравится я бы все-таки предпочел пользоваться ссдшками и под систему и под данные все берем эту красоту берем наш камень можно даже не снимать наклейку с ними когда уже будет сокете убедимся что все ножки целы они целы это очень очень хорошо берем и поселяем его знаете это движение делается практически раз и на долгие-долгие года потому что я сомневаюсь что ближайшие пару лет кто-то будет его еще использовать при этом мы наклеечку же можем снять осталось только обезжирить брать клей сразу же можно посетить ссдшку чем мне нравится эта материнская плата это мелочь жизни это ни на что не влияет но у нее сразу винтик вкручен в ушко то есть это означает что мне нужно доставать распаковывать это экономит достаточно ну пару минут так точно надеял в пакете материнская плата то есть мы сразу можем засунуть ссдшечку и винтить в него вентиль шпунтель продолжаем получать эстетическое удовольствие от новой сборки абсолютно следующий момент безусловно оперативную память потому что первым делом мы все это дело должны протестировать на запуск убедиться что у нас комплектующие пришли полностью рабочий смотри какая красотища оперативная память это скажем так один из самых симпатичных объектов системники если она красивая то конечно сборки это добавляет до джи бишечка она будет поскольку у нас и вентили rgb шны и у нас все достаточно аккуратно и симпатно это дело смотрится добавляем шлеп давай марс еди на землю слот а2b2 защелкнули отлично создаешь память есть проц есть башенку и чем еще эти писи кулеры хороши опять же вместе больше нас потому что у них уже в принципе сразу идет все в комплект то есть их не надо собирать по факту подаем 4 это вообще изумительная штуковина вот гляди ты ее достаешь вот если вы хотите максимально недорогой при этом неплохо охлаждающий и в легкие в установке то наверное лучше еще ничего не придумали даже дипкул со сами гаммаксами там все-таки надо вкручивать винтики тут уже все стоит у нас 1 2 3 4 5 медных теплоотводящих трубок огонь причем не пасты здесь нету пас но придется наносить сами обязательно снимаем эту пленочку и даже после этой пленочки все-таки зависимости от того сколько он лежал я реки про рекомендую обезжирить потому что вроде казалось бы он идеально чистый можно и так и сяк но для спокойствия души мы практика уже научены что можно этот этот объект нас обезжирить быстро тут проверяем чуть который аппарат делается параллельно он нас все делается параллельно и все мы его значит не отвлекаем и снимаем остатки клея с процессора обезжириваем поверхность кулера и можно уже даже сразу нанести знаете мы поступим сегодня смело мы сразу пожалуй пытаемся вставить башню и запустить вместе с установленной башней в принципе ничего не нужно тут процедура максимально простая просто обезжириватель просто делаем так чтобы ничего нам не мешало отводить тепло от камня на радиатор и то и другое годится все здесь мы не ошиблись процедура максимально простая и грамотная теперь берем родную термопасту можно использовать но раз мы все-таки любители arctic mx4 мы ее также оставим очень просто допустим можно чтобы несколько способов нанесения на проц здесь я предсказал у нас есть вот такие отдельные выражены медные теплоцветящие трубки я предпочитаю аккуратненько но вот по ним размазывать и наносить непосредственно уже ставить на процессор хотя может то же самое сделать на процессе плюс-минус на самом деле ничего тут такого нет вот так вот пойдет вполне поверьте это прижмется все максимально идеально все этого годится и делаем теперь процедуру которая станет охлаждать нашу всю башню натяжение но такое достаточно серьезно усилий все-таки достаточно много но обошлось без потери крепления сокета это хорошо остается нам только зафиксировать все вот эту вот красоту саму систему охлаждения опа все слушай ну проц есть и то есть давай да ну как все давай теперь посмотрим на наш графический процессор ventus xs overclock edition 1660 для любителей зеленых для любителей geforce of это лучшее производительное решение в нашем бюджете берем смотрим и радуемся эмасаки делают недорогие но при этом хорошие видеокарты минусы немного бывают на этой видеокарте свистят дроссель очки на то скажу на большинстве современных видюх они посвистывают при нагрузке плюс это что достаточно компактная двухсекционка и смотрится максимально аккуратно что нам полностью нас устраивает оп шлеп и остается исключительно запитать все это дело чем нам и послужит be quiet и все у нас собранный компьютер по сути без корпуса следующее что нам останется это все закидать и подключить нет ну во первых это не прям хороший хороший в данном случае у нас ничего модульного нету они до до 5000 рублей скажем хороший хороший вариант все подключаем прям на ваших глазах потому что первый запуск он первый всегда первый мы хотим убедиться что все железо рабочие и все таки не нарушить нашу статистику сто процентов потому что максимально имея хорошую ауру грех тут ее портить об питание материнской платы питание процессора и 8 pin питание писи экспресс то есть все нашей видеокарты да я расскажу это среднем ценовой до игровые аппараты и назовем так начинаются ну давайте правде глаза посмотрим о цероке тот полтинника в наше время то есть за 30 это все-таки там уже сильные будут компромиссы вот от 40 50 уже назовем такой начальный игровой сегмент от 70 средненький но и от сотни там понятно дело уже пошли извращение пошли топы мы отключаем нашу сборку отключаем сборку эту и этот кадр закончится именно на запуске то что все это заработало если не заработала вы хотя бы увидите как тут что-нибудь полыхнуло то есть контент в любом случае будет максимально полезный годится все это снимается и показывается исключительно для того чтобы вы видели что можно собирать в определенном бюджете в наше время вот и на практике абсолютно смотрели как это все выглядит и если вдруг вы еще смотрите потому что в этом бюджете плюс-минус одно и то же вы купите то есть процесс три 600 однозначно видеокарту 1660 ну то есть плюс-минус параметры будут именно такие и вы ему сможете заодно посмотреть на что эта связка способна бюджет около 70 до я там копейки уже не помню все мы подключились мышкой клавиатуры есть hdmi вот тут видеокарту оперативная память уже даже загорелась он может сразу питание на нее пошло видишь красотища давай очнемся и полетим в гору погнали вместе с вами замыкаем два контакта закрутились при этом у нас еще загорелся загорелась красотулечка вентиль и мы ждем с вами картинку ждем картинку не торопимся пару минут у нас точно с вами есть плюс-минус может секунд кстати один пост уже смотрю прошел сейчас он инициализирует все устройство видеокарту оперативную память процессор абсолютно все 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 материнскую плату пытается сообразить что в него вставлено и работает ли это все самый интригующий момент но почему-то интригующий момент всегда заканчивается положительно в нашем случае reboot and select proper boot device ну что же отлично значит нас просит загрузить установочное устройство и продолжить отлич это означает то что сборочка будет сборочка уже готова останется только ее красиво упаковать навести полный порядок с точки зрения программной с точки зрения экстерьера и интерьера и будет человек очень очень счастлив и довольна мы прервемся для того чтобы закончить аппарат для клиента и Шестой месяц, друзья, подошел незаметно к концу. Завтра будет 07, а это означает, что мы движемся к 2021 году, там свои цели, планы, в общем, у каждого в своей голове что-то намечено на каждый день определенно. И вот этот месяц заканчивается вот такими двумя сборочками, которые рядышком стоят. Одна недособранная, потому что, к сожалению, времени на нее не хватило, но там, скажем, наполовиночку. Завтра видеокарточку, завтра кэбл-менеджмент, завтра я это все настрою, но вот эту хотя бы уже можно запустить и хотя бы в ассосине протестировать. Высокие настройки, давайте пока тест производительности у нас будут идти, для вашего понимания мощности этой сборки, память у нас даже без XMP профиля стоит на 2133, 16 оперативки, 2600 и 1660, в общем, шестерочки. Если такие сборки вы себе собираете, сейчас посмотрите, на что эта сборка способна, без каких-то дополнительных настроек, AAA-игрушки. Очень интересно, их мы в любом случае, я думаю, завтра еще подсравним, то есть продолжим этот ролик тем, что мы сравним. Смотрите, 1660 Ti против 1660, 3600 против 2600, память на 3200, память на 2600, то есть и опять же хорошая циркуляция, с хорошими на вдув и на выдув и практически без, то есть всего лишь одна башенка, то есть здесь, скажем, сборочка укомплектована уже по фэншую, здесь сборочка, все-таки мы чем-то жертвуем, мы пожертвовали немножко корпусом, хотя на самом деле разница в цене этих корпусов такая большая, но здесь, безусловно, сами вертушки стоят приличных денег, поэтому это тоже нужно учитывать, то есть тут на этом мы, безусловно, экономили. Тем не менее, можно посмотреть, на что вот эта вот сборочка до полтинничка способна, почему до полтинничка, а не, ну да, плюс-минус она где-то там так и стоит, до полтинника именно, не более того. Frame Time видим на своих экранах и средний FPS в районе 53, мы с автобернинг не запущен, его мы не увидим, но примерно сложим свое впечатление. Я знаете, как сужу, если у нас в Одиссеи компьютер на высоких настройках там от 30 и выше кадров в секунду, это означает то, что это достаточно бодрая сборка и она, в принципе, потянет все игрушки, ну там в худшем случае на низких настройках, но в Full HD разрешение вы будете себя максимально комфортно чувствовать. То есть это такой бенчмарк, который показывает в целом мощность и производительность этой системы, потому что эту игру даже на сегодняшний момент не все аппараты неплохо тянуты. Если мы имеем 50 кадров, это означает то, что наш сегмент такой, скажем, с небольшим запасиком получения удовольствия. А вот в плане битвы друг против друга, это вообще мечта, устраивать битвы системников, устраивать битвы ноутбуков и битвы, конечно же, мастеров. Чем мы вскоре и займемся, когда сможем себе это позволить. Закончили минимальный 27, максимальный 92 и средний полтинничек. Вот полтинничек, это золотая середина, на ней мы и закончим этот выпуск, закончим этот месяц. Поблагодарим себя, всех вокруг, потому что месяц был насыщенный, Ванька кучу получил эмоций. Знаете, путешествия, они бывают, что одно путешествие на недельку охватывает больше спектр эмоций, чем всю жизнь. Ванька, я думаю, на стриме еще будет вопросики, позадаете, он расскажет, какие у него там происходили интересные вещи. Вам хочется сказать, что вы как раз этот спектр эмоций также себе в жизни добавляли побольше и было чего вспоминать. Следующий месяц, 07, в 07 месяце 3 года исполняется моей дочурке. Вообще месяц должен быть потрясающий, потому что в 07 месяце мы пробежим 110 километров, у нас остается чуть больше двух недель. Пробежит оператор впервые, наш оператор Антон. Мы с Ваней пробежим второй раз, я пробежу третий раз. То есть у нас месяц будет, пробежу, господи, месяц будет максимально-максимально насыщенный. Напишите обязательно в комментариях, поздравляем нашего главного инженера-мастера Александра, который в 07 месяце решился бросить курить. Это, я считаю, один из таких очень важных тоже факторов. Ну, это здорово, это можно поднять, пожать руку. И напишите обязательно, как мы начинали это видео, как мы можем сделать так, чтобы все смогли через год заработать на квартиру. Вот у нас такая цель, да, Антоха? Вот, я думаю, это интересно. Вообще, напишите, как можно простым парням из небольшого города зарабатывать огромные деньги, чтобы радовать всех людей вокруг. Ну и прежде всего себя, конечно, бескорее. Интим, Иван говорит, не предлагает. Ладно, это все небольшие отречения и шутки. Увидимся с вами, как всегда, через месяц. А именно завтра, 1.07.2020 года. Вам желаю прекрасного вечера в воскресенье. Ой, после вторника. Среды? Сегодня что? Вторника, да, точно. И пусть у вас в жизни все будет бомбически, знаете, как у ультрамарафонцев на финише. Ну, в смысле, сложно, но приятно. Вот, и продуктивно. Все, пока-пока, до завтра.